Здравствуйте! Сегодня поговорим на такую тему, как дорого ли вообще быть бушкрафтером, всяким вот этим походным чуваком, который ходит в лес там и, в принципе, так проводит свое время свободное. Вообще, любой турист, так называемый вот бушкрафтер тоже, хоть мне это слово не особо нравится, но будем так называть, делится на два типа. Одни как-то сами что-то крафтят, то есть, ну, пытаются как-то свой инструмент делать, какие-то ножи там, может, ну, то есть, прикладывают к этому свои руки. А некоторые тратят на это баснословные деньги, то есть, там, покупают ножи там по 10 тысяч, какие-то топоры за 16 тысяч, ну, то есть, люди прям в это вкладываются. И у нас уже было видео про снаряжение, ссылка будет в правом верхнем углу. И там мы так поверхностно рассказали, что мы вообще с собой берем, ну, то есть, просто так, так, так. Здесь же я хочу просто разделить видео на где-то 4 части. Получается, еда, ну, то есть, котелок, термосы, вот эта вся тема. Потом аптечка походная, то есть, режущие инструменты, заточка для режущего инструмента. И, в принципе, все, ну, еще и розжиг, то есть, спички, огниво. И на каждую из этих тем мы немного порассуждаем. Ну, начнем с, ну, как, с еды вообще вот этого всего. То есть, многие пользуются вот такими плиточками. Ну, они разные там есть, и с проводочками, с такими. Мы этим не часто вообще пользуемся. То есть, когда-то зимой, там, очень редко, когда мы не хотим разводить костер, вот это может спасти, в принципе. Ну, то есть, вот, буквально газ пустил, пьезо нажал, все, у вас огонь уже есть. Поставили чайник, и он у нас кипятится. Но этим мы не часто пользуемся. Значит, нужно разводить костер. А чем разводить? Есть несколько вариантов. Самые популярные это спички, зажигалка и огниво. Что я хочу сказать насчет огнива. Вот нормальная огнива, то есть, вот, такого плана. Это, и то, это стержень, дешевый мы сюда вставили, здесь был нормальный. Нормальная огнива стоит около 1000 рублей. Хорошая зажигалка, типа Биг, стоит 40 рублей. И вот посчитайте, на 1000 рублей, сколько можно купить зажигалок по 40 рублей. Ну, то есть, там, больше 20 штук. Это можно буквально засунуть в любой карман. Просто можно ими обложить, с этими зажигалками. Так же и спичками. То есть, я не знаю, есть ли смысл огниво. Понятно, что в экстренной ситуации, там, если у вас что-то там промокнет, там, кремень вылетит из зажигалки, там, спички отсыреют, огниво вас упасет. Но, думаю, не будет такого, что, я не знаю, на одной зажигалке у вас вылетел кремень, на другой отсырело, другой газ это, другая разбилась. То есть, вряд ли у вас такое случится. Поэтому, я все-таки не то, что не сторонник. Я, ну, в общем, огнем мы относимся так, с небольшим презрением. Это чуваки, скорее, для понта им пользуются. Ну, сами понимаете. Но вы можете быть абсолютно другого мнения. То есть, это вот лично мое такое понимание. Потом, ну, котелок, это уже тысячу раз был на него обзор, там, и вариант комплектации. Так что, тоже ссылка будет, подсказочка. Смотрите. Так, теперь аптечка. Я вообще, хоть как бы это глупо не звучало, не особо сторонник аптечек. Ну, то есть, я не настолько брезгливый, что там палец порезал, там заматывать сразу пятью пластырями и зеленкой заливаться. Ну, не такое я, человек. Но, все равно, может произойти такое, что аптечка будет необходима. Поэтому минимальный набор нужно носить. То есть, какие-то дезинфицирующие средства, салфетки, спиртовые бинты. Ну, минимальный набор должен быть. Но у всех он будет варьироваться от состава. Ну, в общем, вы меня поняли. Ну, веревки, думаю, тут и так всем понятно. Обычный паракорд, немного тоньше. Ну, это там, если что-то подвязать. Ну, сами понимаете. Это толще. Это, вот, к примеру, распилили бревно. И удобно на самозатягивающуюся петлю его вот так обвязать и донести. Ну, то есть, просто, если что-то тяжелое, тащить лучше, чем в руках, так скажем. Так, теперь режущий инструмент. Здесь, как я уже говорил, мы сторонники того, что лучше не покупать, а самим сделать. Думаю, таких людей, как мы, много. И расскажем, что мы с собой берем. Ну, начнем, пожалуй, с того, чем мы затачиваем инструмент. Вот такой вот брусочек. Самодельный, из песчаника. То есть, от топоры доводить. Вообще, вот. То есть, очень хорошо, и не нужны там какие-то, это, дорогие камни. То есть, здесь гритность где-то 800, ну, примерно такая. То есть, для топора это самое оно. Потом, такая вот наждачка. Полторы тысячи грит и две с половиной тысячи грит. Это для мелкой доводки ножей. Этой наждачкой можно довести нож после вот этого камешка. То есть, мы немного поточили здесь. Здесь, и чтобы заусенец содрать, здесь немного поводили на этой наждачке. А потом еще можно на коже, чтобы вообще бритвенная была острота. Так, теперь, собственно, сам инструмент режущий. То есть, какие-то стамески. Всегда тоже от наших задач. То есть, если мы идем в лес, мы, к примеру, ну, так сегодня мы будем делать это, это, это. То есть, нам нужна там, например, полукруглая стамеска. Видео о изготовлении также есть на канале. Ссылка будет в подсказке. Прямо такая стамеска, большая стамеска. Ну, то есть, все варьируется от того, что мы будем делать. Ну, ножики. Это вот один кованый из подшипника. Ссылка будет в подсказке. И вот этот из дискоциркулярки. Небольшой фуллтанг. Вот как раз он маленький и помещается в рюкзак. Места не занимает, а постругает самое оно. Ну, а если вы вообще заинтересованы изготовлением ножей и вообще ковкой какой-то, то переходите на канал нашего друга. Ссылка будет в описании. Там он прям очень подробно показывает, как это все делается. И проводит некоторые эксперименты с закалкой. Ну, в общем, тем, кто интересуется какой-то кузнечной темой, этот канал будет интересен. Так что переходите. Ссылка в описании. О ножах, стамесках. А, кстати, забыл рубанок еще. То есть, рубанком мы тоже довольно часто пользуемся. То есть, что-то зачистить. Ну, вещь незаменимая, как сами понимаете. Любой плотник нас поймет. И, кстати, он небольшой, можете заметить. Вот они там... Сколько он тут стоит? 300 рублей, да? 300 рублей. 300 рублей стоит вот такой Велеро Амерлен рубанок. И если его хорошо заточить, то он, в принципе, лучше всяких таких может работать. Так, теперь рубящие, пилищие инструменты. То есть, топор. Опять же, кто-то может сказать, что лучше купить какой-то топор. Ну, там, не знаю, Гранфурс, там, Хутофорс, там, Хускварна, Фискарс и те же самые с пластиковыми ручками. Ну, опять же, это не наш подход. То есть, обычный советский топор. Если его грамотно заточить и насадить хорошо, видео о том, как хорошо насадить топор, будет либо в описании, либо в подсказках. Потому что уже много мы всего вот этого вам наговорили. В общем, смотрите, если интересно. То есть, на несколько клиниев, ну, там, я подробно все рассказал. И, поверьте, вот такая насадка, она точно не слетит. То есть, не нужны ни стаканы, ни щечки. Вполне хорошо сидит топор. Теперь пилы. Ну, есть выбор. Либо лучковка, либо вот такая обычная ножовка. Вот этой уже точно полгода, ну, как сказать, уже пилит она, ну, на дом рабословии, вот так скажем. Ну, то есть, за полгода она подсела. Но это с учетом того, что мы пилим твердые лиственные породы. То есть, дуб, клен, ну, не сосну, так скажем. Ну, и лучковка. Сейчас это вообще для нас стало большим открытием. То есть, с изготовлением козел. Видео тоже будет либо в описании, либо в подсказке, смотрите. Лучковка вообще стала незаменимой. То есть, вдвоем ей работать, это, ну, что-то очень удобное. И, кстати говоря, мы ее будем разыгрывать. Так что, переходите на то вот видео про двуручную лучковку. И там будут в описании условия розыгрыша. Так что, кому, кого заинтересует, можете перейти. Ну, и, в принципе, все. То есть, вроде бы все мы аспекты прошли, кроме одежды. Одежда тоже немаловажная такая атрибутика похода. Поэтому сейчас мы о ней поговорим поподробнее. Что я могу сказать о своей одежде? Опять же, есть множество людей, которые, ну, тратят на вот эту охотничью одежду, походную рыбацкую тоже, басословные деньги. То есть, там целый костюм и термобелье. В принципе, вот одежда это то, на что можно тратиться. Потому что это, как бы, наше здоровье, чтобы мы не замерзли, все дела. Но есть выход для бичей, так скажем. Вот, секонд-хед, как бы вы ни смеялись. Вот, для похода это самое то. То есть, там буквально на, ну, не знаю, на 2000 рублей вы можете купить себе полностью зимний комплект. То есть, там и термобелье, ну, термобелье, штаны, толстовки, все эти жилетки, то есть, куртки. Это все будет, там, варежки какие-то. Единственное, над чем нужно заморочиться, это обувь. Костя, обувь. Обувь в Берсию вы вряд ли найдете. Ну, в Хэнде, и то это, если поискать, то, в принципе, можно. Так что, можно где-то выцепить на, я не знаю, на Авито, на каком-нибудь. Ну, то есть, если заморочиться, можно найти и недорогую одежду для, так называемого бушкрафта. Просто некоторые люди, я просто смотрел одно видео, и там человек рассказывает о носках, которыми он пользуется. То есть, носки, варежки и шапка. И там одна пара стоит две тысячи. Давайте я вам покажу, в каких носках хожу я. Вот, обычные шерстяные носки. И, как вы знаете, шерсть совершенно не проводит в воду. Ну, если, конечно, не прям в лужу вступать. И удерживает отлично тепло, потому что даже в одной книге человек заменял спальный мешок на два шерстяных одеяла. Я думаю, и зачем мне эти носки за две тысячи? Я лучше возьму с собой запасные носки шерстяные и буду их менять и подсушивать на костре. Некоторые вообще ходят вот в таких носках. Очень даже удобно, на самом деле. Не, ну, если у вас вот такие сапоги, то есть, с меховой подкладкой, то вполне можно и в тонких носках, чтобы нога у вас не потела и дышала. В принципе, можно и так. То есть, все зависит от вашего климата, вашего здоровья и кашню. Все зависит от климата, от вашего здоровья и вообще от того, насколько вы идете в поход. То есть, это все уже будет вами валироваться. Здесь же я просто вам рассказал о том, что мы носим и как мы вообще относимся к дорогому бушкрафту. То есть, к тому, что люди просто тратят огромные деньги на все это. Хотя это можно сделать своими руками. Так что, кому было интересно, подписывайтесь на канал, переходите на другие ролики по этой теме. Всем спасибо за просмотр. Пока.